Не то, чтобы мы рады вас видеть. Вас никто к нам не приглашал. Приезжает наряд. Забирает измена всю технику. Что вы хотели? А вы какое отношение имеете? А я в амине не интересуюсь. Да. Видите, погрузите газончик. По тротуару поехал, алло. Здесь адвокатское помещение. Адвокатское помещение? Спецобъект. Опа. Здравствуйте, а я на консультацию. Как вас зовут? Игорь Владимирович. А вы записывались? Конечно. Это же объединение правовой защиты граждан. Или по защите прав граждан. А в какой организации? Вы были у нас уже? В 14.00 я записался. Вы были у нас уже ранее? Нет еще. А номер пропуска есть у вас? Нет, мне только смс пришла. А там что написано, какая организация? Какая организация? Объединение. Просто вы можете не у нас записано быть, а в соседях. Нет, нет, у вас. Давайте это не будем. Я записан у вас. Я только что звонил. Да, позвоните, пожалуйста, еще раз и уточните вход. Юридическая консультация или законные права. Ну, какая организация, спросите у них. Юридическая консультация. Мне сказали, заходите в арочку, увидите табличку юридической консультации и заходите. Именно консультация или законы права, справедливости и законы. Объединение по защите прав граждан у вас находится? Вы перезвоните. Комишин и Переуллов, 41, строение 3. Вторая какая? Следующая дверь, вы можете зайти туда и спросить. Юридическая консультация здесь. Где следующая дверь? А что там? Там тоже юридическая консультация. Так что уточните у своего. То есть к вам меня не приглашали, да? У нас нет вас. Здравствуйте. Что он делал? Что случилось у нас? Говорит к нам. Сейчас, секундочку. Меня записали к вам, он сюда пришел на консультацию. И? А вот сбрасывает почему-то телефон. Вы ему уже сообщили. А здесь как организация называется ваша? Ну, может быть, вы не к нам пришли, у нас баз в записи. А ваша как называется? Ну, если вы пришли к нам, значит, должны знать название. Да. Обозначили вашу организацию как объединение? Нет, нет, это не мы. Это, наверное, вот туда. А вы кто? Как ваша называется организация? Компания комьюнити. Если бы вы были к нам записаны, вы были бы у нас в базе. Вас в базе нет. Ты проверила паспортные данные? Больше вы не к нам. Паспортные данные в ночь проверили? Паспортные. Ну, фамилия, имя, отчество. А что у вас здесь? Юр-консультация у вас здесь? Вы к кому пришли? К вам? Нет, ну к нам. Нет у вас. А почему дед у вас висит? Вы меня слышите? В базе вас нет. И что? Вас никто к нам не приглашал. Ну, я сам пришел, значит, получается. А так просто получается мы не принимали. Так что, господа, до свидания. Ну, тогда знакомьте меня с вашими услугами. Какие у вас есть? Может, я вас пользуюсь? Дело в том, что мы принимаем по записи. Нет, к сожалению, мы так просто и записываемся. Потому что у нас все расписано. А как надо записаться? Ну, вы же к нам как-то записывали. У меня вот, да, вот он сейчас сбрасывает телефон. Ну, покажите телефон. Что за телефон? Куда трогаете-то? Я же вам покажу, что чужие вещи-то берете. Значит, давайте так, господа. К нам вы не записаны. Возможно, вы записаны к нашим соседям. Адрес вам какой называют? К вашим соседям говорите? Да, потому что вас у нас нет. Да? Да. И к соседям, значит, мы, получается, записываем. Ну, значит, вы не к нам, поэтому, пожалуйста. Мы сейчас разберемся. Вы-то комьюнити, да, и как называется? Вы меня слышите? Пожалуйста. До свидания. Знакомьтесь с услугами. Я не хочу вас ознакомить, потому что мы вас не приглашаем. Смысл? Вы же какая-то организация оказывает услуги. Вы меня слышите? Вы меня слышите? До свидания. Серьезно? Да. Вы у нас не записаны. Не будете знакомить с услугами? Я вас не знаю, мы вас не приглашаем. А где ваша информация? Пожалуйста, выйдите на улицу. А где ваша информация? Вы у нас не записаны. Как это называется? А какая вам разница? Вы кто? Интересуюсь, потребитель. А я вам и не интересуюсь. Да. Мы вас никак не вызываем, у нас не записываем. Я очень рад. Но поскольку вы оказываете услуги населению, значит, вы обязаны иметь... Я никому ничего не обязан. В смысле? Юридическая консультация написана. Ну и что? Вводите в заблуждение. Почему? Мы вас не приглашали. Это ваша вывеска? Мы вас не знаем. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Во-первых, вы представьтесь, кто... Меня зовут Игорь. Ну, дальше что, Игорь? Значит, вывеска ваша? Фамилия ваша. Полицейские никак. Ваша фамилия, Игорь. Вывеска ваша? Ваша фамилия. Вы кто? Я гражданин. Я тоже гражданин. Давайте начнем так. Кому вы пришли? Смотрите. Ну, нам непонятно, к кому вы пришли, вы говорите. Вы записаны. Смотрите сюда, я журналист. Мы за... Ну, дальше что? Теперь вы обязаны мне предоставить информацию. На предмет чего я обязана? На предмет я сейчас озвучу. Значит, мне необходим первый вопрос. Вывеска юридической консультации ваша? Наша. Отлично. Почему используете юридическая консультация, само название? Вы государственная организация? Нет. Где вы нашли юридическую консультацию государственную? Серьезно? Только в центре социального обеспечения. А вы не знаете, что юридическая консультация... Что такое юридическая консультация? Вы к нам пришли. Вы знаете, что такое юридическая консультация? Вы были бы записаны, поскольку вас нету в базе, Игорь. То, что вы пришли, это ваша проблема. Это ничего не значит. Значит, юридическая консультация у вас, правильно? Что вам значит? Знаете статус юридической консультации вообще, что это такое? Вы меня слышите? Вы коммерческая организация? Игорь. На каком основании используете название юридической консультации? По собственному желанию. По моему желанию я вас провожу обратно, поскольку я вас знать не знаю, я вас не говорю, да, свидание, меня. Значит, я делаю вам запрос от редакции, отказываетесь? Отказываемся? Я вообще не понимаю, а кто вы, что вы, зачем? Я вам только что предъявил удостоверение журналиста. Мне все равно. Не надо, зевать-то будет, это оклее, это, знаете, глупо улюдики. Я просто еще после болезни, Игорь. Значит, а как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Значит, у вас здесь какая организационная правовая форма в вашей организации? Игорь, до свидания. Мы вас не приглашали. Нет, это не важно уже. Что вы идите снимаем? Газончик с травкой поснимайте. Серьезно? Да. Видите, погрузите газончик. Вы меня слышите? Да. Я вам говорю, до свидания. А что вы вломились-то? Вас никто не приглашает. Серьезно? В смысле вломился? Вы говорите, вы записаны. Я говорю, что вы не записаны. Значит, смотрите, я делаю сейчас вам мусный запрос редакции. Первое. Вывеска ваша, на каком основании, так, о, кстати. Алло, алло, не надо полицию. Вы не туда зашли. Я вам прошу, говорю, вы через дверь не поправили. А дверь, а вы знаете даже, куда я зашел, а какая связь? Да, да. А кто вам сообщил? Я вам сказала, что вы у нас не записаны. А кто вам сообщил? А кто вам сообщил? Вот то же самое, что я говорила, это к нашим соседям. А кто вам сообщил-то, что вы здесь? Это справедливый закон. А кто вам сообщил-то, что вы здесь? Не трогать меня. Это что такое вообще происходит? Слушайте, пошли отсюда, вон, к нашим соседям. Я уже сказала, вы не сюда. Вы зачем толкаете? А кто вам сообщил, что вы здесь, уважаемые? Вы не. Так, вызываем полицию. Не надо полицию. Все, вызываем полицию. Не надо. Скажите, а вы можете сюда подойти, вот в соседнюю дверь? Вы не туда зашли, потому что все общаются друг с другом. А откуда вы знаете, что мы здесь? Вы хотите, чтобы мы отсюда ушли? Да вот артисты. Сюда подойти можете? Нет, не можем подойти. А почему? Почему? Мы не можем туда ищить. Не можете, да? Ну ладно, тогда мы пока здесь побудем, а потом мы туда зайдем. А там как организация называется? Справедливость и закон. Справедливость и закон. А писали мне в СМС, что объединение правовой защиты граждан. Ну, занимайтесь правой работой, мы свои работы. Так нет, я просто вам вопрос не даю. Мы свои работы, я так понял. В смысле, у вас работа жульничать, да, или что? Нет, нет. У нас свои работы не жульничатого. Просто я понимаю то, что вы какую-то деятельность сюда ведете. Мы просто не работаем грязно. Мы работаем чисто. Серьезно? То есть вы СМС-ки пишете какое-то нелепое объединение по защите прав граждан? А такое есть разве? Объединение по защите прав граждан? Мы консультацию предоставляем. Если у граждан есть желание, то сопровождение. Да я знаю, какие вы консультации оказываете здесь. Знаем мы все. Подходите сюда, пообщаемся. Это же ваша контора? Вы же меня сюда звали. У нас нет контора. У нас организация. Объединение, я бы сказал. У нас есть организация, у нас нет контора. Контора может до этого вам попадались, поэтому вы на агрессию приехали. Я на агрессию? Мне казалось, я вообще сегодня... К сожалению. К сожалению. Очень добродушно я вообще сегодня. Вы даже... Ну, по общению, да, понимаете, что у вас в хорошем настроении. Да, да, я в замечательном настроении. А вот здесь встретили нас как-то не лет. Я не могу его поспорить. Да? Не подойдете сюда? Да. Непонятный, да? Ну, ладно. Ну, нет. Ладно, хорошо. Тогда, ладно. Тогда попозже мы подойдем туда. Как закон несправедливости, да? Угу. Все, хорошо. А кто сообщил-то вот этому товарищу? Что, взглянул где-то. Да, да, да. Сройте потом. Да. А ваше как называется, напомните? Здесь адвокатское помещение. Адвокатское помещение? Спецобъект. Вы не можете здесь вообще ничего делать. Спецобъект? Да. А, паркет. Вы не можете здесь ничего делать и снимать. Ничего не можем, да? Я с вами общаться не буду. Ага. А, паркет-то можете покинуть. Адвокатское помещение, да? Да, пожалуйста. Вам нельзя здесь ходить. Почему? Ну, нельзя вам здесь ходить. Ну, вызовите полицию. Ну, сейчас вызовем. Давайте. Нет. Ну, нам сейчас придется вызывать полицию. Вызывайте. Вызывайте. А есть адвокат на месте? Адвокат Черепанов Кирилл Анатольевич. А Кирилл Анатольевич у себя? Вам зачем? Ну, я с ним спрашиваю, брат, почему? Не нужно ходить по нашему офису, и здесь тем более ничего сможет. А, никого не идут. А я же спросил, у тебя адвокат или нет? Долго открывали. Ну, что, есть там? А он мне по телефону говорил, что называется юридическая консультация. Так, а здесь только адвокаты находятся? Да. Только адвокаты, да? Вот Черепанов, да? А вот эта дама, это кто? Вот, да, в подворе. Не буду вам ничего говорить. То есть не скажете, да, что за организация? Я не буду сами общаться просто. Почему? Ну, не хочу. Ну, ладно тогда. Здравствуйте. Будьте добры, наряд полиции по адресу. Желательно участкового, уполномоченного. Староконюшин и переулок, 41, строение 3. На вывеске находится надпись «Юридическая консультация», но внутри отказываются предоставлять какую-либо информацию об этой организации. Меня пригласили сюда на бесплатную консультацию. Назвали данную организацию каким-то объединением правовой помощи гражданам. Я сюда пришел, они долго мне по телефону там голову морочили. Я зашел внутрь. Неизвестная дамочка, она выскочила, потребовала, чтобы мы покинули помещение. Отказалась предъявить информацию, документы на организацию. Что это вообще за организация? Здесь я вижу табличка «Юридическая консультация» написана. И меня сюда приглашали на бесплатную консультацию по телефону, обзвоном, сообщив, что объединение правовой помощи гражданам. Такого вообще не существует в принципе. Ну и нас встретили вот так. И дверью она шибанула сотрудника, поэтому мне необходим наряд полиции, чтобы они разобрали... А скорая помощь-то не требует? Нет, 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 это не требует, это просто побои, просто физическая боль, административное нарушение. Хорошо, для скорой сколько ему лет? Скорую не надо. А, скорую не надо. Нет, 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 только наряд полиции. То есть вы пришли туда по этому адресу, да? Да. А там этого учреждения нет, на которое рассчитывали? А его в природе нет, это замануха, людей просто заманивают сюда. Значит, что я могу для вас делать? Поскольку у нас уже все расписано, где у нас желающие записаться, вы можете записаться, например, на завтра. Наряд полиции называют. В подъезд консультации полиции. Спасибо, спасибо. Вы меня слышите? Вы хотели на консультацию, пожалуйста, записывать. Да, это адвокат, просто вы сейчас ударили дверью моего сотрудника. Ну что я ему тут говорить? Вы толкнули его дверью, он испытал физическую боль, все зафиксировано на видео. Вы меня слышите? Это вы, наверное, не слышите. Я открывала дверь, чтобы вам объяснить, что вы не записаны. Серьезно? Прямо так оно было? Да. На видео это все хорошо, на столе, слава богу. Вы меня слышите? Было видно, как вы нас отсюда выгоняли, не имеете права. То есть это самоуправление. Вы меня слышите, я объясняю, что вы не записаны. Да вы до меня слышите. Вы когда в суд поедете, вы с судьей так будете разговаривать? Получите сразу 15 суток вместо штрафа. Бесполезно. Кто вы такая-то? Юрист, адвокат, кто вы? Кто он? Адвокат, юрист. А что это секрет, что ли? Вы что, мошенники тут сидите, что ли, я не пойму? Я, тем более, не хочу, на камеру вам что говорить. А что такое? Кажется, то есть можно, а не на камеру сказали бы? Я с вами не буду, сейчас. А что так? Импорт, экспорт. Экспортом занимаетесь, импортом? А что, гербы понавесили? У вас здесь какая организация? Если на папке не нарисовано... Хорошо, ладно, неважно. Конечно, не значит. Скажите, пожалуйста, ваша организация, она ООО и... Ну, хочу сейчас посмотреть. Ну, да вы обязаны это сказать. Ну, как нет? У вас должно быть это написано. Здесь вот уголок потребителя. Как не будете? Отказывайтесь, да? Отказываетесь, да? Ну, ладно, подождем. Так. Значит, адвокаты тут... Вы не понимаете, что вы обязаны сообщать потребителю всю информацию о вашей организации? Вы это понимаете или нет? Не надо вот этого делать. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Не будете, да? Ну, ладно. Пойдемте-то и сходим пока к этим, пока полиция приедет. Справедливость и закон. Ой, здесь я в подвале прям. Здравствуйте. А я на консультацию записывался. Мы случайно попали никуда. К соседям вашим. К вам я записывался. Немножечко, я не понимаю, камеры. Так, вам не надо понимать. Здесь вот консультацию меня записали на 2 часа, на 14. Мы по ошибке пришли к вашим, ну, как нам сказал, некий мужчина, непредставивающийся, что мы не туда пришли. Сказал, вам надо за угол чуть-чуть. Вот мы пришли чуть-чуть за угол. Секундочку. Конечно. Можно меня не снимать, пожалуйста? Да вы ничего не снимали. Подойдет кто-то, да? Нет. Как никто не подойдет? А кто должен подойти? Меня на 14 часов записали на консультацию. Что давай? Подскажите, у вас был пропуск? Какой? Куда? Талончик. Талончик? Нет, у меня только смс, мы сказали прийти. По телефону мне вот так сказали. Объединение по защите прав граждан. Я понятия умею. Компания называется «Строедливости законов». У вас? Да. А меня сюда, вот прям вот сюда привели к вам. То есть, получается, они какие-то злоумышленники? Может быть, конкурент вашим? Мне пришла смс-ка с адресом, с этим. И называетесь вы, согласно смс-ке, «Объединение по защите прав граждан». Когда я сюда приехал, если вам интересно. Мне интересно. Слушайте, да, Макина? Знаешь, сюда приехал, зашел в арку, позвонил человеку, который у меня контакт, который у меня «Объединение по защите прав граждан». Пройдемте со мной, пожалуйста. Э, а кинокулар у меня. Ночи на лодочку. Не, я не хочу туда. Да мне лодку буквально. Да че? Мы видели вашу вывеску. Вы искусите, на что там написано. Так вы, получается, дурачите людей. Дослушайте. Получается так. Сейчас речь идет не о том, что мы дурачим, а о том, что вы, по всей видимости, пришли на меня туда. Потому что название, которое вы мне говорите, не соответствует действительности. Смотрите, я просто, если бы я договорил, вы бы дослушали, вы бы поняли. Я позвонил по телефону, который меня сюда ориентировал. Сначала мы зашли в юридическую консультацию. И он сказал, ребята, вы не туда зашли, неправильно. Вам надо чуть дальше и в подвальчик. Там мы находимся. Все, мы здесь. Готов получать консультацию от вашего юриста. По вопросу, связанного с банкротством. Ну, сориентируйте хотя бы, как-то нас. Знаешь, что делать? Учитывая, что я нахожусь здесь на практике, я вас ориентировать никакой образом не могу. Я могу сказать, девушка, что если вы находитесь здесь на практике, то вам стоит задуматься об этом. И с завтрашнего дня практика проходит в бизнес в другом месте. Очень долго как-то. Голуб потребителя, я бы сам обрассовывал. Да. А где у вас сведения об организации вашей? На каком? На каком? Владимир, дайте круглым планом. Вот на этом. А вы его сами видели? Давайте вместе посмотрим. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Так. Это, вероятно, выписка из единого реестра юридических лиц, да? Да. Скорее всего, да? Ага. А это что? А это я не знаю. Ну, прощите. А белый лист, да вы что? Да, белый лист. Какая незадача. А в кармашке что лежит? В кармашке? Не знаю, вы не видите. Невидимые какие-то документы, да? Я ничего не вижу. Обалдеть. Что такое? Я похожа на администратора. Или я похожа на руководителя. Мы сейчас говорим о уголке потребителя. Вот. Я за это ответственна? Или же нет? А вы больше никого не приглашаете. Если пригласите кого-нибудь, я с удовольствием поговорю. Ну, пойдет так, пойдет. И честно вам скажу, честно вам скажу, что такой уголок потребителя я вижу впервые. Вот это я точно вам говорю. Любой видел. Но такого никогда. Все бывает педра. Это да. Поэтому. Фантазии надо включить. Чтобы не испортить вас, как специалиста будущего юриста, сразу вам скажу, что такой уголок потребителя, это неправильно. Ну, это ли ни к чему не будущий юрист. А, не будущий? А какую практику проходишь ты? Прохожу юридическую, но в свою жизнь планирую связать абсолютно не с этим. Как кто-нибудь нас примет сегодня? Может быть, платная консультация? А, нет. Первичная консультация бесплатная. Вот это повезло нам. Так повезло. Ага. Я просто обязан получить консультацию. Если бы я был дедушкой или бабушкой, я, наверное, давно бы уже не то, что консультацию получил, а даже и договорчик там какой-нибудь подписал бы, в том числе и кредитный. Юрист, наверное, вы юрист, да? Ну, представитель компании. А, вот, здорово, наконец-то, мы кого-то там что-то. Меня пригласили на консультацию по телефону в объединение правовой защиты граждан. Вряд ли. Мы 16-го числа деятельность не ведем. Как это остановили. А почему пенсионеры приходят здесь? Подобный пенсионер пришел. Ну, вот, видели, прием был. Прием не производили. Не производили? Да, вы можете не снимать, пожалуйста, я против. Ну, ладно, против, вы против. Да. Чего вы переживаете? Да, я слушаю. Да, мне просто интересно, что вы сказали. Подожди, меня пригласили сюда. Мы сначала зашли в юридическую консультацию сюда, мне перезвонил вот этот товарищ, сказал, вы ошиблись, чуть-чуть провите, пройдите и в подвальчик, и мы вас там ждем на консультацию. Мы там закончили сейчас дела и зашли уже к вам. Вот и хочу понять, почему вы вводите в заблуждение граждан, занимаетесь обзвоном и называете, пожалуйста, остановитесь, вот вы сейчас начали говорить, что мы что-то незаконное делаем, правильно? Нет, я говорил то, что говорил. Да, вот именно вы сказали, что осуществляем какую-то незаконную деятельность, верно? Вы осуществляете обзвон граждан? Мы не осуществляем обзвон граждан. Я пришел только сюда, у нас все записано, я журналист. Ну, это хорошо, что вы журналисты и что у вас все записано, прекрасно. Мы никого не прозваниваем, как вы говорите, не обзваниваем. То есть это какие-то злоумышленники просто, да? Ну, вам, видимо, репортаж нужен интересный, вы пытаетесь ничего здесь раздуть непонятно. Настолько банальные вот эти вот отмазы уже, каждый говорит, да вы, наверное, там это, вас кто-то прислал, да у вас репортаж, нет. Вы очень красиво говорите, вы как журналист, приятно слышать, как вы разговариваете, как вы пытаетесь из ничего сказать. Это тоже такая тактика, типа, ну, как бы подружиться, сблизиться немножко. Нет, я с вами не собираюсь дружить, мне уже неприятно с вами общаться. О, теперь все, сразу отторжение идет, отлично. Вы же импсихолог. Нет, я просто знаком с психикой преступников, не относите это к себе. Преступников? А. Не относите это к себе, пока нет, поскольку ваша вина не установлена, да, судом и так далее, поэтому вы считаете невиновным человеком. Ясно. Ну, вы же юрист? Возможно. В смысле, юристическая контора, возможно, юрист. Ну, я же не могу о себе рассказывать. А вы можете меня проконсультировать? Зачем? Ну, просто я на консультацию сюда пришел, меня-то пригласили. Так, я не знаю, кто вас приглашал. Ну, вот этот номер вам не знаком. Посмотрите, если еще раз поступит, например, звонок с этого же номера, я опять на сюда позову. А, да. Опять придем, но уже, сколько за ребят? Да, давайте. Вы пригласят, приходите, но к нам вы явно не записали на прием, потому что мы 16-ое число деятельность, не видят. А, вот я вижу, идете. Мы просто находимся здесь, что вдруг какие-либо наши клиенты придут, чтобы они не переживали, что... Компания закрыта или еще что-то, потому что мы здесь людей не вводим в заблуждение. Так, ну хорошо, а деятельность не ведете, это каким образом подтверждается? Это внесена какая-то запись, да, в единый реестр юридических лиц? Нет, организация именно свои действия осуществляет. Все свои обязательства перед тем, с кем у нас есть определенное обязательство, выполняет. Да. Вот, но принимать новых клиентов, то есть консультировать, принимать новых клиентов в работу, мы этого не делаем. Так, сейчас вот пенсионер, это был бывший клиент, да, уже? Возможно, я не знаю, о ком речь идет. То есть меня, получается, обманули какие-то злодеи, меня просто взяли, мое время потратили. Машинников, на самом деле, очень много, да, вы не представляете. Это, видимо, ваши враги какие-то, получается. В смысле, они к вам меня ведут, зная о том, что когда я к вам приду, будут проблемы какие-то, да? Проблемы. Зловышеники знают, что мы изошли еще туда. Да. Кто направляет меня к вам, может быть, можно. И прям, осведомленный, зловышеники. Кого-нибудь подозреваете? Я. Да нет, зачем? Нет, вообще, он все равно, да, то есть ваш бизнес пытаются нашими руками, что называется, подогреть. А вы, если вы считаете, что вашими руками пытаются подогреть наш бизнес, да? То есть ваши руками подогревают, я так понимаю. Да, да, подогреть, чтобы закипели, задымило вас и все. Деятельность оказывается введите. Почему? Когда мы освещаем что-то деятельность, и вдруг находим что-то плохое, мы же это освещаем. А что-то плохого нашли. Сейчас? Как вас зовут? Меня Егор. Егор. Меня Егор зовут. Смотрите, какая история. Мне поступает звонок от оператора. Такая-то, такая-то там, объединенное объединение по защите права граждан, такого нет. Я пытался тщетно у девушки уточнить организационную правовую форму данного предприятия и так далее и тому подобное. Она, естественно, не понимает, что это такое. Я ей сказал, девушка, по плохой дорожке идете, не занимайтесь больше этим мошенничеством, телефонным и так далее. Уходите оттуда. Все. И повесил трубку. Думал, и ладно. Что происходит дальше? Мне перезванивает вот этот мужчина. Не представляется. Говорит, почему вы оскорбляете нашего оператора? И вот с этого все началось. Я говорю, серьезно? Да. Ну, давай поговорим. И он меня пригласил на консультацию. Причем я ему сказал. Он мне говорит, в среду хотите прийти? Да. В среду я говорю, буду в Петербурге. Прекрасно. И он мне на понедельник скидывает смс-ку. Я ему перезваниваю. Он говорит, дружище, я в понедельник, я в Москве. Он говорит, ну тогда в Москве давай приходи. И скидывает смс-ку по этому адресу. Мы установлены день сегодня и время. Приходим сюда. Я ему звоню, Кларочки. Говорю, куда дальше? Он говорит, идите, там будет написано юридическая консультация. Мы заходим в юридическую консультацию. У нас нападает какая-то дикая женщина. Толкает дверьми и так далее. Там объясняет, что это вообще не то. И тут же мне звонит опять этот мужчина. Говорит, вы не туда зашли? Я думаю, здорово. Кладно, откуда ты знаешь? А куда нам идти? Он говорит, у нас дикие женщины, на вас не нападали. Да. Здесь все в рамках. Значит, говорит, идите, вот чуть вот обойдите с торца и вниз спускайтесь. Мы прекрасно там закончили. Спускаемся сюда. И нам говорят, что деятельность не ведем, не знаем кто. Какие-то, видимо, плохие люди нас сюда позвали. Я же говорю, мы деятельность не осуществляем, поэтому может кто-то у нас не соответствует. Это же должно для людей, для посетителей. Вот смотрите, есть организация. У вас есть вывеска, там есть часы работы, все как положено. Значит, если вы не ведете деятельность, не ведете приемность, необходимо... Я вам опять же повторюсь, я уже говорил. Мы действующая организация, ничем незаконным мы не занимаемся. А представьте, я пока не говорю. Я расскажу, как у нас устроено, чтобы вы прекрасно понимали, куда вы пришли и что здесь за организация. Хорошо? Вот вы, допустим, действующий клиент, приходите в организацию, которая действует. Она действует. Она, то есть, выполняет свои обязательства перед своими клиентами. То есть, мы не закрылись, мы не уехали, не пропали. Если у нас с каким-либо клиентом договорные отношения, в рамках этих договорных отношений мы выполняем свои обязательства. А то, что вы говорите, повесить там, что мы не работаем или еще что-то, ну зачем людей пугать и так в тяжелое время, когда вокруг столько машин повесить. Понимаете? Очень трогательная история, конечно, чуть не проследился. Я вообще не супер раз, чтобы вы не ждали, чем-то честно. У вас должно быть все равно, если вы здесь находитесь, уголок потребителя должен быть оформлен. Чтобы я сейчас подошел, посмотрел, что у вас за организация, можете мне предъявить свидетельство о регистрации? У меня нету никаких документов. Да, есть проблемы. Вы сказали, я представитель организации. Да, друзья. Здравствуйте, представитель организации, и документов никаких нет. На организационные изменения нет, откуда у меня могут быть документы на организации. А кто директор тогда? Вы к нам с каким вопросом? Я бы сейчас немного послушал ваш диалог, и мне кажется, вы шли на первый этаж. А вот когда мы пришли туда, нам сказали, позвонил человек, мы не туда пришли, вам надо в цокольный этаж. А мы с вами с вами, как есть. Буквально четыре дня назад к нам приезжали оперативно с разыскными мероприятиями, изъяли документ. Ларчик просто открывался. Я вам объясняю картину, то есть нам скрывать нечего. Я вам покажу удостоверение о действующих руках этой организации. То есть это обыкновенное недоразумение. Мы точно так же продолжаем работать, мы действующие организации, мы компания. Мы с вами приехали, вынесли технику. Не ОБЭП, а дел внутренних дел, вообще с нарушением, жестким нарушением законодательства. На что у нас есть уже подготовленные жалобы. То есть мы не закрылись, мы на месте, мы ждем сегодня у нас выезд в отдел, где мы должны затребовать обратного изъятия нашей техники, наших документов. Почему? Потому что это все неизвестно. А на основании чего изъяли, чтобы изъяли документы, что нужно? Хорошо, чтобы изъяли документы, что нужно решение суда, чтобы прийти с обыском, нужно постановление правильного следственного комитета. Небо ни одного, ни другого. Пришел, пришел, я вам как-то из-за протокола. Пришел человечек, пришел человечек и говорит, у меня громкое удостоверение, либо вы сейчас вернете деньги в размере 54 тысяч за один выезд и за документы, что сумма не бьется со средними ценами по Москве. Либо у вас проблемы, ребята. Мы ему объясняем, во-первых, не надо нам угрожать, во-вторых, если вы хотите куда-то звонить, звоните ради бога. Мы условия договора исполнили на 5 с плюсом. Мы не должны возвращать деньги за исполненный договор. Клиент по второму договору внес 20 тысяч рублей. Я вам просто вкратце картину объясню, чтобы вы понимали, в связи с чем мы приехали. Клиент внес 20 тысяч рублей, он пришел возвращать. Мы ему говорим, окей, без проблем, пишите заявление. Соглашение генерального директора сейчас в отпуске. Подтверждение тому есть уже в отделе. Можете это проверить, если вы проверяете. Нет проблем, пишите соглашение. В понедельник возвращайте свои 20 тысяч рублей. На что мы получаем ответ? Диктофонная запись есть, то есть мы тоже на тормоза, никто здесь спускать точно так же действия сотрудников не будет. Я на камеру это говорю. Почему? Потому что в своей правоте мы уверены. То есть я сейчас убежден в том, что вышли на первый этаж. Это 100%. Он говорит, ребятки, вы не поняли, мне нужна вся сумма. Мы ему объясняем, а как вы собираетесь вернуть деньги за договор, где подписан акт выполнения работы, где вы реально выезжали. Вы же знаете, что выполненную работу доказывается не только актом выполнения работы, фактические исполнения. Фактически все исполнено. Фактически все исполнено. Конечно, конечно, то есть вы можете каждый документ наш проверить. Нам реально вообще скрывать. Мы не праве это делать. Мы по другому поводу над консультацией. Я просто иду на контакт, чтобы не думали. Мы компания, которая реально пытается работать на имя. Здесь нет каких-то сумасшедших договоров, здесь нет каких-то сумасшедших. А здесь все прозрачно, чисто, стерильно. Но когда человек начинает тыкать удостоверение в лицо и говорить, ребята, у вас будут проблемы, на что мы ему отвечаем. Вы купили майку, вы ее поносили две недели, вы в магазин обратно вернулись, вы ее сдадите? Почему вы нас тогда приравниваете, как будто швашкиной конторы, когда мы все исполнили? Сказали, либо мы сейчас, я изначально подумал, что вы в связи с этим не пришли, потому что это превышение его должности. Нет, мы его отношения не имеем. Фамилию не буду называть, это полковник. Но что он нам пригласил? Я сейчас звоню, и у вас крупные проблемы. Здесь будет концерт. Окей, звоните. Да, дословно, здесь будет концерт. Окей, звоните. Хотите концерта, давайте концерт. Приезжает наряд, без каких-либо вообще объяснений. Забирает и звонает всю технику, все документы, все принтера. Объяснений вообще никаких нет. Пять дней мы к ним приезжаем, вообще ничего. Ждите, 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 ждите. Если вы все это хотите, что-то осветите, осветите это. Я это назову произволом, самым настоящим. Тем более после того, когда Генеральная прокуратура не так давно, неделю назад, дала утверждение, что все жалобы в течение одних суток будут рассматриваться на превышение должностных полномочий, БЭПа и так далее, налоговый. Тем более у нас есть федеральный закон, который гласит, что сейчас малый бизнес, а я считаю, это компания малым бизнесом, не имеют права вообще этого трогать. То есть в связи с ситуацией в мире, бизнес сейчас не трогают. Откуда вы пришли, понятия не имею. Что вам интересно, снимайте. Хотите, мы вам экскурсию проведем. Просто я смысл не понимаю. Я убежден в том, что вы пришли на первый раз. Я объяснил хронологию, если я нас слушаю, я объяснил хронологию. Я получил звонок. Я получил звонок по телефону. Мы вообще не знали о вашем существовании, ни вашем, ни соседей ваших. Получил звонок. Каждый день, каждый из вас знает масса звонков из медцентров и так далее. Девушка мне начинает вкручивать по телефону, что приглашает меня на консультацию по банкротству, что якобы объединение правовой защиты граждан. Я говорю, где такое? Я говорю, какая организационно-правовая форма вашего предприятия? Делок записан, надеюсь? Конечно, все записан. Потом я все-таки объяснил, что девушка, не занимайтесь вы этим мошенничным, обзором. Я говорю, идите работать в другое место. Я пояснил трубку. После этого мне поступает звонок. Некий мужчина, которым я сегодня общался с утра, говорит, что почему оскорбляете нашего оператора? Я говорю, в смысле, мошенницей ее называли. Я говорю, да вы мошенники, в принципе. Вот и все. Я говорю, я готов к вам приехать на консультацию, вам это доказать. Он говорит, приезжайте. Я говорю, прекрасно, смс-ку мне пришла, я сегодня приехал, ему звоню, сейчас он не берет трубку. Полностью с вами согласен. Как у нас осуществляется работа? У нас есть официальный договор с рекламным агентством. Не больше, не меньше. То есть, то, что вы говорите, никакого к этому отношения мы не имеем. Вы разговаривали не с нами, вы вообще не по адресу пришли. Рекламное агентство, это плохо. Вы, как адвокат, должны знать, потому что, когда рекламное агентство начинает обзванивать людей. Это нарушение закона о рекламе. Но лечь не идет о том, что сами рекламщики кого-то обзванивают. Это целевые обращения. Гражданин звонит, нам без разницы, как рекламный агентство. Вы даете рекламу и просто... Мы сотрудничаем с рекламным агентством. Но они находятся официально, опять же, по договору. Компании так не работают в Москве, я хочу это отметить. Мы работаем официально по договору с конкретным рекламным агентством. Вы же уточнили у рекламного агентства, они находящие только потокы? Сколько нам известно. Только входящий. Да. Только входящий поток. Ладно, ну я на самом деле, когда нам туда, когда мы там были, поступил звонок от этого же мужчины, говорит, вы не туда пришли, вам надо к соседям. Я, конечно, ему сказал, ты хочешь нас оттуда увезти, да? Ну мы там полицию просто ждем, мы вызвали туда полицию, чтобы они разбирались, потому что нам не показали ни документы, ничего, кто они такие, почему-то там адвокатские таблички, юрконсультация висит. Если можно, я попрошу вас, если вы реально можете дать, что-то перезвонить, какой-либо огласник, в мою историю передавайте. Потому что мы точно так же сегодня едем на воде. И нас прямо направили сюда. Не знаю, верите, вы не верите, но... Так мы даже ваш организат не знаем, как это называется. У нас генеральный директор в отпуске, в этом с вами, да, о чем мы заявили, его нет, в том, что мы такие, чтобы мы такие, чтобы я вам сейчас, вы можете привезти к этому. Вот, например, такой-то, такой-то. Да, уголок потребителя, согласен с вами. Согласен с вами. Не паспорт, ее куплю против, а реквизиты организации. Знаю, его здесь нет, да, нарушения, но вы же можете в свободном доступе. У нас все изъяно. У нас все изъяли. Вам нужен, наверное, нашел организацию. У нас там должно быть. Он просто запишитесь, он просто посмотрит. Все это правильно. А вы можете вот то, что произошло. Я хочу один нюанс уточнить. Вы пришли на первый этаж, и вам там сказали, что вам надо вниз. Да. Там сейчас закрыто, как я понимаю. А от него по полиции выйдет, в полиция при этом зайдем. Ну, это удивительно, потому что ребята нас подставляют. Ну, возможно, это вам уже с ними разбираться. Если мы уже все с вами обсудили, если у вас к нам больше вопросов, то все обязательно записывайте. Тогда на этом попрощаемся. Мы на месте, если какие-то дополнительные вопросы реагируют, всегда их обсудим. 971. Пойдем туда, дальше с ними разбираться. Не то, чтобы мы рады вас видеть. Ну, прикольно. Ладно, до свидания. Юридическая консультация. Телефон этот. Напишу на нее жалобу, а сейчас полиция посмотрим, приедет. Закрылись. Что требовалось доказать? Так я не сомневался, что они нас туда отправили. Это-то понятно было. Кирилл Анатольевич. Позвоним ему, может ответить. Пожалуйста, подождитесь ответа или перезвоните пластинку. Кому-то дорогой подсказывает, как пойти. Да, варочку. Нашла. Точно. Опа. Все. Нашла. Все, заходу. А ну, а как написано еще? Ой, а как заходить? Надо плотно нажимать. Ну. Да. Так. Так. Еще отказывает этот дом. Не подчиняйся. Появу руку. Может быть там еще одна контора? По тому же принципу они, женщину, уводят. Скорее всего они видят нас. И скорее всего женщину уводят. Да ничего тут не написано. Вы видите кто-нибудь справедливый закон? Где тут написано справедливый закон? А справедливый закон вот здесь. Но вряд ли. Мне как-то вас обманывают. А по какому номеру вам звонят? К вам посетитель. Опять по телефону ведут к вам. Они нас видят, по телефону к вам ведут. Ну чего? Мне он открыт, мне сюда надо заходить. Вам скорее всего не туда. Они обманывают вон там. Ой, боже мой, боже мой. Орел. Руслан Валерьевич. Говорит. Не знаете такого Руслана Валерьевича? Да нет, в том то и дело. Она подошла к двери сначала. Ей сказали. Она торкнула дверь. Ей по телефону. Они нас видят. И они говорят туда, туда. Справедливость и закон. Она опять пошла. Ну что, как она? Вот эти все мероприятия. Так сказываются на кампании. Правда. Она может набрать сейчас меня? Я хочу услышать просто кто себе. Пройдите, спросите ее. Скажите. Можно на камеру? Просто я хочу, если можно записывать. Просто я хочу, если можно записывать. Я хочу, чтобы для себя, чтобы очень. Где бабуля? Ушла? А можем? Нет, две стороны. А вон еще дед идет какой-то. Стойте. Здравствуйте. А вы на консультацию? Да. Да. Я просто представлюсь. Меня зовут Игорь. Я журналист. А вас пригласили сегодня сюда именно, да? Наверное. Может не представляться. Я вам верю. У вас честное лицо. Скажите, пожалуйста. Вот они сейчас. Мы к ним туда пришли. Они дверь закрыли. Забаррикадировались. Боятся вас. Запугали. Вы на меня не снимайте. Я не разрешаю. Не переживайте. Это наши. Мы же СМИ. Тогда ладно. СМИ. СМИ. А Черепанов? Да. Ну что-то не открывают они. Боятся. Вы забывали. Черепанов, да? Ну конечно. Он же говорит, что он просто проходил. Кто-то прям уверенно дергаете. Да? Пытаетесь зайти. Лица не пускают. Незаметно, да? Да. Интересное восповедение. Ну решил тоже писать. Есть политика? Пойдем походим. О! Хорошая музыка. Криминальная Россия. Это, я думаю, бенефициары. Дедушка пришел. Он к кому пришел? Он мне сразу сказал к Черепанову. Он правильно пришел. И бабушка правильно пришла. Потому что нас подставляют, получается? Не бы с их учредителем поговорить. Не вас подставляют. Потому что бабушка, ее вели по телефону, сказали сюда. А когда она позвонила, ей видимо та девочка позвонила тому, кто ее ведет и сказала иди туда. А дедуля вот этот, он четко сказал, к Черепанову идет. Все расходится. Да, ну что Черепанов-то почему-то трубку не берет. Здравствуйте, Кирилл Анатольевич? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Владимирович. Я журналист. Мы вот прибыли к вам на консультацию. На нас какая-то женщина там напала на моего сотрудника. Долбанула его дверью. И сказали, что оказывается мы шли не к вам на консультацию, а к вашим соседям. Ну что, является ложью чистейшей. А вы у себя на месте находитесь? Нет, я сейчас на месте не так часто бываю, но бываю. А что, вы хотели встретиться? Просто сейчас пенсионер к вам приходил, сказал, что к адвокату Черепанову, Кириллу Анатольевичу на прием, а вас нет. А что за пенсионер? Обычно со мной сначала связывают, как бы я назначаю встречу. А вообще, старая, как эта улица? Старая конюшень 41. Старая конюшень 41. Это ваш кабинет, да? Ну, в частности, там, да, помещение тоже у меня есть. А, тоже? А в большей части вы где находите? Ну, такая разница, ладно. Вы сейчас по какому? Нет, подождите, Кирилл Анатольевич, я вам просто объясню. Если вы будете уклоняться от предоставления информации, я запрошу, как журналист, от своей редакции в Москву. Хотите, чтобы я в палату написал? Еще раз, что? Хотите, чтобы я запрос в палату сослался на то, что вы отказываетесь доставлять информацию? Может, это ваш право, хотите в палату пишите запрос? Это мое право. Ну, я про это вам и говорю. Потому что я считаю... Я же не могу вас ограничить пользуя ваших прав. Давайте я вам объясню, в чем суть для дела. Мне позвонили по телефону, пригласили на бесплатную консультацию. Обозвали вашу организацию объединением по защите прав граждан. Я прибыл на консультацию... Именно мою фамилию Мьосифову назвали, что именно ко мне идут? Конечно, нет. Но по адресу я пришел, здесь ваш кабинет адвокатки. У вас неадекваты там работают, которые бросаются на людей. Ну, там же нет. Не все же помещение там непосредственно в моем. Может быть, там соседи на самом деле. Хорошо. А вот женщина такая лет 50, не знаете ее, кто она такая? Ну, если я визуально ее увижу, может быть, знаю или фамилию Мьосифову. Там не так много... Она не представилась. Там не так много кабинетов. Она просто шибанула дверью моего сотрудника. Здесь мы усматриваем статью 6.1.1. АПРФ. Побои административные. Физическую боль он испытал. Ну, обращайтесь, соответственно, к правоохранительным органам, что я вам могу сказать. Сейчас я вам так на скидку не могу сказать. Что за женщина? Кто такая? Может, там тоже просто кто-то зашел. А может быть, там мои соседи, кто-нибудь работник, я тут... Ну, тогда, получается, от вашего имени на консультацию к вам приглашают пенсионера вот сейчас... Почему? Так я же спросил. От моего имени, мою фамилию Мьосифову. Конечно. Конечно. Пенсионер сказал, к Черепанову Кириллу Анатольевичу он подошел сейчас буквально. Может быть, сориентировали, что выведка там есть, а не то, что ко мне лично. Он сказал, к Черепанову Кириллу Анатольевичу. Я вот за что купил, за то продал. Ну, что-то я не припомню, что ко мне сейчас в ближайшее время на консультацию пенсионера. Ну, вот сейчас хорошо, мы пообщаемся тогда. Хорошо. Извините, пожалуйста, не понял, не удалось. Убери, я сказал, заберу сейчас. Да мы не бойтесь, мы же журналисты, он меня снимает, мы же помочь вам хотим, мы же не враги вам. У нас есть подозрение, что здесь людей обманывают, потому что они заманивают звонками людей, представляясь каким-то объединением по защите прав граждан, поэтому мы и разбираемся. Вот я сейчас позвонил адвокату Черепанову, он говорит, что он знать не знает, что к нему кто-то пришел. И он не находится сейчас здесь. А где он? За границей? Он не за границей, он в городе. Нет, он в городе где-то, но он вас не ждет. Поэтому вас, получается, обманули сюда пригласили. Меня вчера обманули. Кто? Мусора, полицаи. Каким образом? Пришел сюда. Мы беседовали, беседовали. Нас всех погрузили, чтобы пять автобусов было. Вот его можно снимать. И за какой хрен меня в полиции проторчал пять часов. Не пожрать, не посрать. Даже водички не дали попить. Можешь представить. А, это он в смысле? Я не с их компанией, но побывал случайно. Забрали отсюда тоже? Ну, они здесь хитроутся, наверное, хитро жопят. Да. Ладно, всего доброго. Бабку четко вели. Я же видел, ее четко говоря. Да-да-да, все, нашла-нашла-нашла. А когда она только позвонила, это, видимо, сразу маякнуло, и бабке сказали идти туда. Она говорит, блин, теперь туда идти. Пошла туда. Пример, как и нам. А зачем они, что мы за ним бегать? Он подойдет, скажет, что вам надо, я просто прохожий. Мы же, может, ничего не предъявим. Ну, подолбился туда он там, все, сначала. Ну, понятно, что прохожий не подойдет. А что там богат? А потом дзынь туда. А ему тоже не открывают. Да-да-да, как к себе, все правильно. А что он говорит? Не снимайте, говорит, меня. Не снимаете? Давайте его в телеграм еще выложим. По тротуару поехал, алло. А, вот так вот тебе? Ну, вот, как вы видите, забаррикадировались. Мы специально ушли, когда они нам сказали, якобы нам туда. Мы специально ушли, специально это сделали, чтобы проверить, честно это контора или нет. Как вы видите, все они забаррикадировались и дверь не открывают. И пока мы здесь находились, несколько пенсионеров пришло на консультацию. Ну, их также. Они сначала подходили к этой двери. И вот тот провожатый, который меня вел по телефону, он их направил опять в ту же компанию, которая находится по соседству. Которую вынесли там несколько дней назад, там полиция. Но у меня четкое убеждение сложилось такое, что эти люди, как и я, приходили сюда, учитывая то поведение, какое вы видите, видели, ну и всю остальную картинку. Гербы, опять же, каждый там обратил внимание. Гербы – это отличительный знак юркомпании, которая занимается всякими там плохими вещами. Если видите портреты наших руководителей, гербы и так далее, то есть все, в эту юрку нельзя ходить. Вот. И прикрываются, получается, как мы выяснили, здесь есть один из кабинетов адвоката Черепанова. Мы ему позвонили, потому что пенсионер нам сказал, что он к нему идет. Но Черепанов не подтвердил тот факт, что он кого-то ждет на прием, потому что здесь он сегодня не находится. Но сказал, что у него несколько кабинетов. Поэтому этот вопрос мы зададим Носковской коллеге адвокатов. Вот как-то так. Вот это юридическая консультация. Адрес в описании ролика. Сюда я обращаться не рекомендую. Здесь вас с большой вероятностью обманут. Поехали, что-то творите. Все вместе. Все вместе. Очень вкусный бомб похожids. pluck и у тебя. Потому что и кто-то святой reprodu siempre. Он акцел fourteen. Просто забакула. Их. Просто добро! А так что... Г Coordinарнотер! Продолжение следует...